Про Древний Рим мы знаем достаточно много, ведь этот материал входит в общеобразовательную программу, хотя за ее пределами всегда остается что-нибудь очень интересненькое. Одной из древнеримских достопримечательностей, конечно же, является Колизей, у которого, кстати, самая большая арена. Как известно, гладиаторские бои – одно из любимых развлечений римлян. Но не все, наверное, знают, что император Луций Аврелий Камот принимал участие в этих состязаниях как гладиатор. Надо сказать, скромный все император не страдал и считал себя никем иным, как воплощенным геркулесом и облачался соответственно в львиную шкуру. Камот хорошо владел оружием и одержал на арене более 700 побед. Хотя, справедливости ради, надо сказать, особо рисковать жизнью ему не приходилось. Ведь зачастую ему в соперники приводили либо уже раненых солдат, либо вообще инвалидов. Неподалеку от арен всегда можно было купить пот гладиатора, а также жир животных, которые продавались в сувенирных горшках. Эти вещества использовались женщинами в качестве косметических средств для улучшения цвета лица. Жители Древнего Рима очень любили кровавые зрелища, поэтому жестокие сцены можно было наблюдать не только на гладиаторских поединках, но и в обычных театрах. Для этого героя, который по сценарию должен был погибнуть, в последний момент заменяли на человека, приговоренного к смертной казни и убивали его уже по-настоящему. В римской армии практиковалась децимация – казнь каждого десятого по жеребию, которая являлась высшей мерой дисциплинарных наказаний. Назначалась она обычно за потерю знамени, бунт или дезертирство, хотя в целом применялась редко. Самый ранний документированный случай децимации относится к 471 году до н.э. При децимации штрафное подразделение разделялось на десятки, независимо от ранга и срока службы. Каждая десятка бросала жеребие, и того, на кого он выпадал, казнили его же девять товарищей, иногда путем забивания камнями или дубинками. Оставшиеся в живых солдаты также наказывали. Всем запрещалось спать, а в рационе пшеница заменялась ячменем. Но не все так мрачно было в Древнем Риме. Умели там и усилиться. Самым пышным праздником были Сатурналии – фестиваль в честь бога земледелия Сатурна, который начинался 17 декабря по юлианскому календарю. В этот день рабы получали много свобод. Согласно одним источникам, они обедали за праздничным столом вместе с хозяевами. Согласно же другим, рабы обедали первыми, и хозяева даже накрывали на стол. Хотя, по обеим версиям, приготовление пищи оставалось заслугами. В этот праздник рабы имели право свободно критиковать хозяев, не опасаясь наказания. Сатурналии праздновался период, когда сельскохозяйственные работы были завершены. В этот радостный, похожий на день благодарения праздник, все госучреждения закрывались.